Эфир канал ОТС продолжает программа. Экстренный вызов в студии. Работает Мария Никитина. Здравствуйте. Умер, не приходя в сознание. Сегодня стало известно о том, что мужчина, получивший ожоги во время огненного инцидента под эскетимом, скончался в реанимации. Прямо после новогодней ночи в небольшом бревенчатом доме по улице Береговой произошел взрыв бытового газа. Официально хлопок газовоздушной смеси и сильный пожар. Хозяин жилища серьезно пострадал в критическом состоянии. Его забрала бригада скорой. Благо, в тот момент рядом не было остальных членов семьи. Жены с двумя сыновьями, младшему из которых всего полгода. Иначе последствия были бы трагичнее. Здание полностью обрушилось. Общая площадь возгорания превысила 140 квадратов. Другое смертельное ЧП случилось в Кемеровской области. На юге Кузбасса, в районе Поднебесных Зубьев, новосибирские туристы попали под лавину. Один человек погиб. Второму выбираться из ловушки помогали спасатели и очевидцы. Известно, что мужчины катались на снегоходах на необорудованном склоне. Тело погибшего туриста доставили в Междуреченск и передали сотрудникам полиции. Дело об убийстве 16-летнего подростка в парке у моря Пскова сегодня начали рассматривать по существу. На скаме подсудимых оказался бывший охранник кемпинга. В своей невиновности он пытается убедить коллегию присяжных. Я не причастен к данному убийству, а более развернутые показания дам позднее. Долгое время резонансное преступление, которое произошло летом 2018-го на берегу Новосибирского водохранилища, оставалось нераскрытым. Во время каникул школьник из Новокузнецка вместе с семьей лучшего друга приехал на базу отдыха. Утром Дмитрий пошел в туалет, а вернулся в домик, истекая кровью. Неизвестный нанес потерпевшему четыре удара острым предметом в шею. Врачи оказались бессильны. Злоумышленник подался в бега. Выйти на след предполагаемого преступника сыщики смогли только спустя три года. 18 сентября 2021 года 21-летний злоумышленник был задержан на территории города Калининграда и этапирован в город Новосибирск для производства следственных действий. В ходе разбирательства сотрудники СКР допросили более 400 свидетелей, проанализировали результаты сотни экспертиз и в итоге выяснили, что стало мотивом кровавой расправы. Органам предварительного следствия Прудникову предъявлено обвинение в том, что 28 июня 2018 года между ним и погибшим произошла ссора из-за того, что накануне ночью потерпевший совместно со своим знакомым осуществлял фотосъемку Прудникова и его знакомой без ведома Прудникова. Снимки были интимного характера. Подростки запечатлели свидание Ивана с девушкой. Она по делу теперь проходит свидетелем. Впрочем, адвокат подсудимого уверяет, оперативники взяли не того. У нас есть неопровержимые доказательства того, что Прудников в момент совершения преступления не мог находиться в месте совершения убийства. Поэтому он никак не причастен к этому преступлению. Защита надеется, что судьи из народа непредвзято оценят доводы сторон. На первом заседании гособвинитель рассказала присяжным, что привело Прудникова на скамью подсудимых и объяснила, какие задачи стоят перед коллегией. Только вы должны будете решить, было ли совершено преступление, совершил ли это преступление Прудников и ответить на самый главный вопрос, виновен ли он. На старте процесса допросили родителей убитого парня. Отвечая на вопросы участников заседания матери и отцу 16-летнего Дмитрия, пришлось вспомнить худший день своей жизни. Мне позвонил свой супруг, сказал, что ему позвонили с телефона сына, следователь, я так понимаю, и сказал о том, что наш ребенок убит. Начал задавать вопросы, как там, он говорит, вам надо приехать, просто все. Сказал, куда трупку положил, все. Несмотря на возражения адвоката, сегодня присяжным продемонстрировали фотографии с места преступления и протокол осмотра трупа. На следующем заседании, которое состоится через неделю, стороны планируют допросить семью, с которой тем роковым летом отдыхал подросток. Прокуратура, СК и полиция Новосибирска выясняют обстоятельства нападения собаки на 8-летнего школьника в Нокограде Кольцова. Ребенок возвращался с учебы, когда повстречался с псом на первый взгляд безобидной породы маламут. Сначала собака трепала мальчика и уронила в сугроб, он долго не мог отбиться от зверя. А когда это получилось, громко позвал на помощь. На его защиту бросились случайные прохожие, а потом и автомобилисты. Одна женщина буквально своим телом закрывала пострадавшего. Первоклассник сейчас в больнице перенес операцию. Брошенных цирковых медведей спасают под Новосибирском прямо в канун Нового года. Волонтеры из Всероссийского общества охраны природы в поселке Садовый нашли ангар с животными. Кому они принадлежат, еще не ясно. Однако местные жители уверяют, в плену звери находятся больше месяца. Обитают в узких клетках и говорят, совсем без еды. В общественную экологическую инспекцию Всероссийского общества охраны природы поступил сигнал, что на улице Производственной Садово, что в этом здании находятся животные из цирка. И вроде как там обращение жестокое с животными в плохих условиях. Там вроде за целлофаном медведи. Вот медведь. Спит медвежонок. Воды нет, да? Нет у него ни воды, ни еды. Вот собачки. Коли собачки. Ой, вы мои хорошие. Здесь вот еще Коли собачки. В темноте, в антисанитарных условиях, в неотапливаемом ангаре, учитывая, что сейчас минус 30, общественники обнаружили две клетки с собаками, кошками и несколько вольеров с медведями. По информации, которую получили зоозащитники еще несколько дней назад, животных было гораздо больше. Где они сейчас, непонятно. Вот еще медведь. Вот еще один медведь. Еще и мишка. В таких маленьких клетках. Зайчики. В таких маленьких клетках. Как ты живешь в таких маленьких клетках? Вот им тут не шевелиться, не гулять. Они постоянно находятся в таких клетках. Природоохранная прокуратура, Росприроднадзор, полиция, ветеринары уже в курсе проблемы и обещали ее решить на днях. Своё утро новый прокурор Новосибирской области начинает с мониторинга СМИ. Об этом Александр Бучман поведал на встрече с журналистами. Пресс-конференция прошла в необычном формате завтрака. Во время неформального общения руководитель надзорного ведомства, возглавивший его в октябре прошлого года, рассказал, как в регионе ведется борьба с коррупцией. Отметил, что по итогам 2022-го количество закрытых игорных заведений и число возбужденных по профильной статье уголовных дел выросло в два раза. А также перечислил расследование, каких преступлений он контролирует лично. Так, сбивший ребенка в татарском районе, мы сегодня обжалываем на это решение, с ним не согласны абсолютно. Второе дело, это, соответственно, возбужденное по материалам нашей прокурорской проверки. С грязнозерского, из-за мониторского главы, которые абсолютно по-хамски приобрели жилье семьи, потратили бюджетные денежные средства. Плюс уголовное дело находится на контроле, знаете, в отношении мамы и ее подруги, где погибли несовершеннолетние дети. И последние жители КСМ, это в Пермайском районе Новосибирска, разыскивают неизвестных, которые глубокой ночью обчистили одну из машин, припаркованную во дворе дома на улице Адоевского 1-4. Причем сообщники, судя по записям с камер наблюдения, вышли буквально из подъезда соседней высотки. Лица хоть и скрыли балаклавами, но подозреваемых узнать можно. Злоумышленники целенаправленно шли к конкретному автомобилю, будто зная, что в салоне находится дорогостоящее имущество. Разбив стекло, они проникли в салон иномарки, схватили сумку и побежали с добычей в сторону почтового колледжа. Владелец автомобиля уже написал заявление в полицию. Сумма ущерба почти 20 тысяч рублей. Возможно, это не единичная выходка криминального дуэта, и в деле появятся новые эпизоды. На этом пока все. В студии работала Мария Никитина. Берегите себя. До встречи на канале ОТС.